Угол при вершине равнобедренного треугольника равен бета. Высота, проведенная к боковой стороне, равна h. Найдите основание треугольника. Для начала сделаем рисунок, запишем данное. Треугольник ABC равнобедренный. Сторона AB равняется стороне BC. Угол ABC равен бета. Высота AK перпендикулярна BC. AK равняется h. Найти основание треугольника. AC неизвестно. Рассмотрим треугольник ABC. И воспользуемся свойством треугольника. Сумма углов треугольника равна 180 градусов. То есть угол А плюс угол В плюс угол С сумме дает 180 градусов. Ведем переменную. Пусть угол А равен углу С по свойству равнобедренный треугольник углы приоснования равны. Будут равняться х. Подставим наш угол А и С через х в ранее написанное выражение. Тогда у нас получается х плюс угол В. Угол В по условию равнобедренный треугольник. Плюс угол С это х. И все это равняется 180 градусов. Вырезаем отсюда х. Тогда у нас получается 2х равняется 180 градусов минус угол В. Разделим наше выражение на 2. Тогда у нас получается, что х равняется 90 градусов минус В на 2. Рассмотрим треугольник АКС. И напишем синус угла АЦК. Синус в прямоугольном треугольнике это отношение противолежащего катета на гипотенузу. В нашем случае противолежащий катет это АК. Гипотенуза АЦ. Вырезаем отсюда АЦ. Тогда у нас получается, что АЦ будет равняться АК разделить на синус угла АЦК. Подставим сюда наше значение. Тогда у нас получается, что АЦ равняется АК по условию равно АЖ разделить на синус угла АЦК. Синус угла АЦК это х. Х равен 90 градусов минус β на 2. Воспользуемся свойством синуса. Синус 90 градусов минус α равен косинус угла α. Это свойство нужно знать. Воспользуемся свойством. Тогда у нас получается, что АЦ равняется АЖ разделить на косинус угла β на 2. Или АЦ равняется АЖ знаменатель косинус угла β на 2. Запишем ответ. Основание треугольника АЦ равняется АЖ разделить на косинус β на 2. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. АЦ равняется АЖ.